Привет, друзья! Как вы уже знаете, у Кизару вышел новый альбом, и я нашел битмейкеров, которые работали над некоторыми треками с этой пластинки. Поэтому прямо сейчас разберем заглавный трек с этого альбома First Day Out с битмейкером Jumpman. А вы пока напишите в комментариях, как вы наткнулись на этот выпуск, и подпишитесь на телеграм-канал, в котором вы найдете кучу эксклюзивного контента, в том числе драм-киты от наших героев. И не забывайте, что есть большой канал DJ D-Mixer с большими выпусками по студиям. Начинаем! Дима, салют! Йоу! Насколько я понимаю, ты в солнечном Донецке? Ну, достаточно, да. Так, а веб-камера у тебя есть или она сломалась? Она уже сломана, наверное, года четыре. Окей, ну, самое главное, что мы можем видеть экран твоего компьютера и разобрать бит. Да, let's go! Лупчик в треке First Day Out, Blazer и Blonda. На Genius это видно, чей продакшн конкретно. То есть на самом бите нас трое человек. То есть я, Blonda и Blazer. Blazer из России, Blonda из Штатов. Сэмпл срезан из какого-то старого трека, западного, но он вообще совсем не популярный какой-то. Вот, и на него наложены всякие поверх инструменты по типу пианино, струнных или еще чего-нибудь. Бит на First Day Out был сделан еще до того, как у меня вообще появился коннект с Олегом. Вот такие вот. То есть это старый бит? То есть этот бит вообще готовился на самом деле для Lil Miga, с которым у меня коннект через продюсера, типа я с ним работаю. Также я очень много работаю с западом вообще, типа с Мемфи, с артистами в основном. Вот, так что этот бит вообще был изначально не для Олега. Я просто закидывал его, потому что у меня появился с ним коннект. Срезал изначально, как я и делаю, до 200 Гц. Ну, конкретно я срезаю всегда до 200, но тут был срезан до 235. Потом я его нарезал. Здесь он получается, после припевной части он поднят на... Сейчас, где тут... Конкретно вот здесь он поднят на октаву. Сейчас мы можем послушать это. То есть вначале он вообще без среза на низкие частоты, потому что не играет драмка. Ну вот, не могу знать. После этого Здесь он уже поднимается на октаву. После этого Идет Дорожка тоже поднятая на октаву. Еще и с Гроссбетон. Вот он, включается автоматизация. А драмка и бас у тебя в одном паттерне получается? Ну, да, у меня, типа... Я всегда все в основном пишу в одном паттерне, мне, типа, так удобнее. Вот, допустим... Давай отдельно драмку послушаем. Так, получается бас-софт клипер. Стандартный. Со стандартными настройками. А бас-ланшот, да, наверное? Да, бас получается. Так, где он тут? Обычный саб. Обычный саб. Мемфисовский саб. Джесси Джесси Джей хай-хэд. Как прописан. Давай сразу сам послушаем. Обычный, стандартный ролл. Снэйр. Ну, вот и сам бас. Во второй части вступает еще кик. Вот. Также во второй части, когда вступает кик, вместе с ним вступает open head. Вся история началась с того, что я просто делал Memphis, сэмплировал всякие старые песни, в основном работал только с западными артистами и битмейкерами. И параллельно закидывал свои работы русским артистам. Вот. И 10 апреля я отправил пачку битов Егору. Тейпу. Big Baby Tape. И среди этих битов было несколько в стиле Memphis. И он сказал, что дал мои контакты кезару. Вот. Так как он как раз сейчас готовит релиз в этом звуке и нужны биты. Вот. Вот. Ну, так вот и познакомились мы с Олегом через Егора. А с Егором Big Baby Tape вы как познакомились? С Егором Tape меня свел мой старый знакомый битмарь. Он же, правда, не занимается битами. Вот. Но познакомил конкретно с ним именно он. Как думаешь, смог ли бы ты достучаться до Кезару, если бы не было у тебя этого секретного друга? Ну, если честно, я скажу вот то, что думаю. Типа, я вообще могу все. Типа, реально все возможно? Да, вообще без проблем, конечно. Потому что я сам помню себя, я смотрел твои выпуски, и я был таким же типом, который сейчас смотрит меня. Типа, вот. И я думал, как же, типа, это должно произойти. А это произошло вообще спонтанно, просто работая, типа, в FL-ке, делая свое дело и все, больше ничего. Дальше просто работал, как и работал раньше. Просто делал тот звук, который мне нравится. Закидывал Олегу по коннектам, которые, типа, у меня есть. Вот. Насчет вот релиза самого Олега. На релизе вообще должно было быть моих четыре бита, но в итоге попало только три. Вот. Как-то вот так вот. А с Олегом помимо работы над музыкой вы общаетесь? Можешь ли ты там, например, ему стикер отправить в Телеграме? Да, мы с Олегом на прямом коннекте. Ну, мы в основном общаемся только по работе, именно по музыке. Вот. Конкретно на личные темы мы особо не общаемся, но иногда бывает. Но конкретно прям, чтобы мы были друзьями, я бы так не сказал. Скорее мы коллеги. А насколько комфортно работать с Кизаром? Много ли правок он обычно вносит? У меня с Олегом работа какая. Я Олегу закидываю свое дерьмо. Типа, и все. Больше никак. Типа, ему нравится, он забирает. Не нравится, он не забирает, он ничего не пишет. А делаешь ли ты свои драм-киты? У меня драм-кит вышел, кстати, вот недавно после релиза. В который входят все вообще звуки, которыми я пользуюсь вообще с периода 2017 года по 2022 конкретно сейчас. Вот также я в этот драм-кит положил все звуки, которые я использовал для создания трех битов на альбоме Олега. Вот это E, Dead Y и First Day Out. Он бесплатный? Платный? Он платный. Где его можно купить? Его можно приобрести в ВК. Друзья, спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам бит и какой трек разобрать в следующем ролике. И не забывайте про наш чат музыкантов, самый большой в Телеграме. Ссылку вы найдете в описании. Там же вы найдете и наш основной телеграм-канал со всеми драм-китами и эксклюзивным материалом. До скорых встреч!